Эфир на канале ТВК продолжит программу «После новостей». В студии ведущий Алексей Клешко. Конечно, сегодня мы обсуждаем прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Алексей, почему мы должны считать это самым важным событием дня? Ведь никаких серьезных перемен после этого интервью, наверное, не последует, после этих ответов на вопросы. Оль, ну, во-первых, считать это важным или неважным – это дело каждого. Каждый же из нас определяет, что важно, что не очень. Но если говорить про политическую систему, то, конечно, президент на такой линии показывает, что он президент всех россиян, не только тех, кто за него проголосовал, но он готов слышать страну. И, собственно, это главная тема, главный посыл, главное содержание этой прямой линии. Программа «После новостей» через секунду. Десять минут назад завершилась прямая линия с президентом страны, продолжалась на 4 часа 20 минут. Более двух миллионов вопросов поступило на эту прямую линию разными каналами. Видеозвонки, просто телефонные звонки, записи на телефоны, смс-сообщения в социальных сетях. Специальный колл-центр был создан в Москве. Огромные усилия для того, чтобы организовать такую большую линию. Зачем это делается, обсудим сегодня в нашей студии политолог Сергей Комарицын и секретарь региональной организации «Единой России» Алексей Додатко. Как вы понимаете, мы ожидаем столкновения мнений в программе «После новостей». Начнем с главного. Сергей Горгиевич, как считаете, откуда вообще появилась идея проводить такие прямые линии? Ну, это 16-я линия. Появилась она в 2002 году. Надо вспомнить, что из себя представляла тогда Российская Федерация, политическая система. Это шло становление от нынешнего режима. Отмена постепенных прямых выборов, реформа сначала в Совете Федерации, потом губернаторов отменяли и так далее. Потом возвращали. Создание, ну это другой вопрос, как вернули, создание этих округов федеральных и так далее. То есть вот тогда формировался этот режим самодержавный. И, значит, тогда нужно было демонстрировать вот это единение вождя с народом, значит, что и вот в такой форме это родилось. Ну, кстати говоря, все массовые мероприятия с участием президента, они проходят примерно так же, одинаково, да? Уже пресс-конференции ежегодные, которые там журналисты также выступают. Вот сейчас трудна грань между пресс-конференциями и вот этой прямой линией. Потому что там, как бы, журналисты тоже обращаются с какими-то просьбами конкретными. И здесь, здесь вот главное, как бы, баланс. Ну, эта форма себя и жила за эти 16 лет, на мой взгляд. Вот этот баланс соблюсти, отвечать на серьезные вопросы, то есть на вопросы уровня президента. То, что касается формирования государственного курса и каких-то, так сказать, очень важных проблем внутренней, так и внешней политики. И вот конкретных обращений. Но вот ведь те обращения, которые делаются, это делается для чего? Для именно демонстрации вот этого уединения, да? То есть потому что, ну, не царское это дело заниматься помойками там какими-то в конкретном поселке, решать проблемы там школы и так далее. Но при этом все, кто звонит с вопросами школы и другого, они же все-таки верят и надеются. Правильно. Потому что у нас создана такая система, при которой, значит, это ручное управление, вот это вот обращение напрямую к верховному управителю, оно гарантированно, если удастся, конечно, обратиться, это гарантированное решение проблемы. Все, кому удалось дозвониться сегодня, да, или там как-то обратиться, они свои проблемы решили. Алексей Игоревич, вы согласны с Сергеем Игоревичем, что форма себя изжила? Вряд ли я могу с этим согласиться, потому что если посмотреть на количество заданных вопросов, сегодня прозвучало более двух с половиной миллионов вопросов. И если бы это было только пиаровским ходом со стороны власти или таким механизмом продемонстрировать какое-то там единение руководителя страны и его народа, то это, на мой взгляд, был бы проигрышный шаг. Потому что удалось сегодня ответить всего на 79 вопросов из двух с половиной миллионов. В чем, на мой взгляд, в чем ценность и почему эта вера сохраняется, уже 16-й год проходит, как верно заветил Сергей Игоревич, этот формат. Потому что, по большому счету, мы имеем возможность настроить работу власти через этот механизм не на один день в виде ответов на вопросы президента, а на весь год. Потому что здесь обозначаются приоритеты, обозначается внимание президента к тем вопросам, которые задают люди, удается поставить акценты. И как раз повторяемость этого формата из года в год во многом ориентирует власть на то, что нельзя забывать о тех проблемах, которые вышли в топ и не обязательно прозвучали. Потому что впереди большая аналитическая работа, чтобы понять, какие вопросы были заданы в эфире, а какие остались за кадром. Но надо сказать, что в этом году произошли изменения. В студии уже не было зрителей, но были люди, принимающие звонки. А на прямой связи с президентом, на видеосвязи были губернаторы всех регионов и все федеральные министры. И Путин несколько губернаторов включил в прямой эфир, как раз по конкретным вопросам, которые задавали люди. И по некоторым вопросам еще и федеральных министров. Там первым, по-моему, кстати, Новаку досталось. Кстати, за цены на бензин. Актуальная, кстати, тема для всех. На мой взгляд, это как раз и доказывает эту мысль. По большому счету, сегодня мы увидели такой формат публичной планерки, которую провел президент, акцентировав внимание и руководителей регионов, и правительства на наиболее болезненных вопросах, а также представив и для них, и, конечно, для страны свое видение путей решения этих вопросов. Сергей Горьевич, помните, в прошлом году появилось такое словосочетание, появилась зеленая папка? Ну да. Когда вот эти все вопросы, собранные в ходе прямой линии, были рассортированы по уровням компетентности, компетенции, ответственности, по регионам. И мы видели прямо, что многие губернаторы получили из рук президента такие зеленые папочки с этими подборками. Хорошая была находка? Кстати, потом даже один из телеграм-каналов даже название себе взял зеленая папка. Ну, вообще, говорят, изобретение абсолютно не новое. В свое время Константин Устинский Черненко, наш земля, когда был заведующим общим отделом ЦК КПСС, государственную премию получил СССР за создание вот этих системы обработки обращений граждан, потому что тогда это было поставлено. Тогда, кстати говоря, было много постановлений ЦК КПСС по работе с обращениями граждан. Обязательно было реагирование на публикации в печати, которые сейчас вообще, там, газета вышла, что сделано, значит, ничего не сделано. То есть изобретатель папки перед Черненко. Тогда это было, да, целая система. Тогда-то были десятки, десятки миллионов обращений в ЦК КПСС, тогда были не два этих миллиона. Вот. И все это происходит и в обычном порядке, не в прямой же только линии. Потому что там есть специальная служба в администрации президента, которая занимается отписками этими, пишет, значит. Есть еще контрольное управление, которое проверяет. Да, потому что они, ну, не может это небольшое количество чиновников, значит, решить там два с половиной миллиона проблем. Они направляют эти письма в соответствующие ведомства, да? Это же очевидно. Поэтому здесь система-то должна работать по-другому. То есть уровень ответственности должен быть на каждом уровне власти, да? Там, где это муниципалитет отвечает, значит, они должны этим заниматься. Ну, не обращаться по каждому поводу к президенту страны. Но если так вот у нас устроено, что кроме как на президента никто не надеется ни на кого. И люди хотят воспользоваться этим каналом связи. Да, хотят воспользоваться. Но то, что вот из этих, в этих зеленых папчиках, из двух там с половиной миллионов, какие вопросы мы же не знаем, то есть тематику мы знаем, да? Есть вопросы, очевидно, совершенно неудобные, которые сегодня не звучали. Значит, вот этот формат, о котором Алексей говорил, значит, нет уже живой публики, то есть нет возможности задать незапланированный вопрос, да? Вот это все вот организованные эти центры, эти многословные коллеги наши, журналисты, которые больше говорили, чем, значит, говорили люди, которые обращались к президенту. А вот эта вот вся заорганизованность, министры также отвечали, вот Васильева, например, министр просвещения, ну, совершенно безобразно, многословно, о чем там она говорила, и был задан простой вопрос про ЕГЭ, значит, она там начала рассказывать о чем-то, значит, лучше всех, кстати, Томенко отвечал по Алтайскому краю, несмотря на то, что он там два дня всего, он четко, ясно, конкретно мы эту задачу завтра решили. Симпатии Ваши понятны, Сергей Гуриевич. А Вас, Алексей Гуриевич, хочу спросить, а Вас какие-то вопросы взволновали? Или, как Сергей Гуриевич, тоже считаете, что никаких серьезных не прозвучало? Ну, конечно, были вопросы особенно референтные для Красноярского края, тема экологии, изменение системы обращения с отходами. Красноярский край в этом плане, не только город Красноярск нуждается в оперативных решениях, и мы видим, что они во многом связаны с поддержкой на уровне президента. Прозвучала тема роста цен на бензин, и позиция президента, конечно, это для всех важно. Я вообще в отношении вопросов хотел бы обратить внимание на совпадение многих из тем, которые прозвучали в вопросах, с темами, которые озвучены в качестве приоритетов национальных в майском указе последним президента, в послании Федеральному собранию. Это означает, что все-таки вот тот поворот политики Владимира Путина в этот срок своего президентства на вопросы внутренней повестки, он абсолютно оправдан с точки зрения запроса. Вопросы звучали именно во многом в тех сферах, которые уже сформулированы как приоритетные в его решении. У нас осталось 50 секунд, поэтому очень коротко. Сергей Горьевич, а какой бы вы вопрос хотели задать президенту? Ну, я читаю то, что говорит президент, пользователь его сайта. Сергей Горьевич, короче. Вопрос. Значит, то, что он говорил совсем недавно австрийскому телевидению, китайскому агентству и так далее, если сравнить с тем, что он говорил сегодня, то там значительно было интереснее, чем его ответы, чем сегодняшний. Ваш вопрос-то в чем был бы президент? У меня к нему нет. То есть вы хотели бы просто ему сказать, что для зарубежного было интереснее. Хорошо. Алексеевич, вы какой вопрос хотели бы задать? Мне кажется, принципиально важна для нас поддержка президентом проекта развития Несейской Сибири. И я бы поинтересовался его мнением о предстоящих решениях в этом направлении. То есть новые экономические проекты для края? Да. Спасибо. И напомню, политолог Сергей Гуречко-Марицын, секретарь региональной организации «День России», Алексей Горьевич Додатко, были гостями нашей программы. Мы обсуждали прямую линию президента, возможность обозначить острые проблемы страны, разных регионов, высшему должностному лицу, руководителю государства. До встречи в программе «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова